Добрый день, коллеги! Добрый день, Татьяна! Как видите, я сменила у себя фон на зелененький ваш тон. Теперь мы с вами в одном стиле будем смотреться на экране. Наш сегодняшний вебинар посвящен теме интерактивных фотографий. Это еще один интерактивный мультимедийный формат, для создания которого есть много сервисов, но нам важнее не то, как работать с сервисами, а то, какие принципы нужно знать для создания интерактивных фотографий, какие инструменты нужны, как это можно повторить в тех программах, с которыми мы с вами работаем практически ежедневно. Сегодня мы будем говорить о PowerPoint, Prezi и Genial. Но, как обычно, в самом начале я немного поговорю о самих интерактивных фотографиях и задам вам несколько вопросов. Вы можете писать, отвечать мне сразу в чате. У нас с вами получится такой небольшой диалог. Итак, что такое сами по себе интерактивные фотографии? Это изображение. Основа любой интерактивной фотографии, естественно, само по себе фото. Так, пишу, что еще звук. Нажмите мне, пожалуйста, на огонек, у кого есть звук, чтобы я не переживала. Так, у нас есть звук. Основа интерактивной фотографии – это всегда картинка или фото. Так, или, может быть, какая-то графика, что-то нарисованное. И оно существует одним слоем, а над ним есть второй слой – это вшитые аннотации. Аннотации могут быть разными. Это могут быть комментарии, то есть текст. Это могут быть другие изображения, ссылки на видеоролики, ссылки на дополнительные статьи или материалы. Как и в таймлайне, о котором мы говорили на предыдущем вебинаре, интерактивная фотография позволяет разделить большой объем информации на несколько разных уровней, а значит, подать ее порционно. Но это не единственное преимущество интерактивной фотографии. Она хороша тем, что умеет работать со всем пространством изображения. Если мы возьмем какую-то картинку с большим числом подробностей, пусть это будет детская иллюстрация из Вимельбуха, книжки для разглядывания, или будет вот такая вот бытовая жанровая зарисовка с большим количеством деталей, человеку, который не работает регулярно с этим изображением, сложно объяснить какие-то подробности. Вот, например, где на этой картинке, в каком квадрате, в какой секции находится жирандоль. Если знаете ответ, можете написать в чат. Я сама долго разбиралась с этим вопросом. И вот эти вот аннотации, реализованные через интерактивные метки, позволяют привязать информацию к какой-то конкретной точке изображения, то есть сделать нашу аннотацию точечной, объяснить что-то вот прямо, буквально ткнув пальцем, показав человеку. Так, Г, А, строчка. Два Г, совершенно верно. А жирандоли – это подсвечники. И вот так вот объясняем, мы можем сказать, да, жирандоли – это вот так раньше назвали подсвечники, на картине они расположены под портретом. Можем разметить координатную сетку и поиграть в такой своеобразный морской бой. А можем организовать интерактивную фотографию, которая сама по себе выдаст нашим ученикам, нашей аудитории всю необходимую информацию. Сервисов для создания интерактивных фотографий достаточно много. Есть и платные, и бесплатные. Можно делать вообще без сервиса для тех, кто умеет программировать. Можно делать средствами веб-разработки, такие интерактивные фотографии. Много интересных проектов и обучающих, и просветительских, и связанных с библиотеками, с музеями, со школами, реализованы как раз с помощью технологии интерактивных фотографий. Вот это, например, на сервисе, который очень любит Марина Орешко, h5p.org. Здесь я делала такое небольшое учебное пособие по композиции в кадре. Мы брали кадр из фильма, и я отмечала те элементы, на которые нужно обратить внимание, писала текстовые комментарии. Вот это, например, на сервисе Genial сделано. Это интерактивный плакат, когда очень большое количество информации нужно как-то спрятать, организовать, выдать на маленьком пространстве экрана, то есть разместить в одном экране. Или вот такой вот вариант. Это тоже моя работа. Когда мне нужно было поставить интерактивные метки на карту, но я не могла использовать сервисы Google Map или Яндекс.Карты, потому что мне была нужна именно карта пожаров. И я делала скрешет карты пожаров и уже добавляла конкретно в сервисы создания интерактивных фотографий. Так, те сервисы, в которых здесь сделаны примеры. Сейчас я напишу. Так, H5P.org, Genial, про него мы будем разговаривать сегодня. И сервис ThinkPad, по-моему, .com, но вот здесь я не уверена. Он в последнее время перестал встраивать, интерактивные фотографии можно посмотреть только у него на сайте. И многие проекты, которые использовали последний сервис, стали выглядеть некрасиво из-за того, что сломались все ссылки. Ну что ж, вот примеры мы посмотрели, про жирандоли поговорили, да, а теперь самый-самый главный вопрос – зачем? Если я могу просто выдать информацию текстом, если я могу сделать несколько слайдов с картинками, почему мне нужно выбирать именно формат интерактивной фотографии? Ну, во-первых, он дает больше внимания к деталям. Если у вас очень много деталей, очень много подробностей, то интерактивное фото расскажет о них намного лучше, чем просто последовательность определенных слайдов. Точно так же интерактивные фотографии незаменимы при создании виртуальной экскурсии. Да, есть полноценные сервисы, которые делают виртуальную экскурсию либо на основе 360-градусных фотографий, да, виртуальной реальности, либо на основе реальных карт. Но с ними не всегда легко работать, не всегда можно приготовить какой-то качественный мультимедийный материал. Намного проще сделать такую лайтовую, легкую версию в формате интерактивной фотографии в том же PowerPoint, и она будет свою функцию выполнять в полной мере. Второй аргумент – это экономия мест. Это, наверное, мой самый любимый вариант, когда хочется прямо вот вывалить на вашу аудиторию много-много информации, но вы понимаете, что никто не будет листать презентацию на 200 страниц, можно аккуратно зашить информацию в слои, в аннотации, подать ее такими порциями, которым нашим слушателям, нашей аудитории легко перевариться один раз. И, конечно, вот такая вот работа с аннотациями позволяет сделать верстку аккуратной. Слайд будет сам по себе смотреться приятнее. И последний, третий аргумент – это элементы геймификации. Мы с вами, я думаю, все любим добавлять какие-то задания, тесты, интересные интерактивы, которые заставляют нашу аудиторию очнуться и немножечко пошевелить мозгами. И вот как раз интерактивная фотография может быть подана в варианте поиска интерактивных меток. Например, для дошкольников это могут быть задания найти различия между двумя картинками. Для старшеклассников это могут быть задания найти, например, на коллажном слайде все изображения, все портреты, относящиеся к эпохе Петра I и так далее и тому подобное. Вариантов на самом деле очень и очень много. И последний вопрос – это, конечно, как применять. Напишите, пожалуйста, в чат ваши варианты, где и как можно применять интерактивные фотографии, что можно делать, что можно какие-то проекты реализовать, можно с их помощью. Я пока расскажу о своем опыте. Я применяла интерактивные фотографии для книжных выставок, пробовала совершенно по-разному, когда я работала в библиотеке, а мне хотелось какие-то интересные книжные выставки перенести в онлайн, чтобы они сохранились на много-много лет. И как раз техника интерактивного фотографии показалась мне самой подходящей. Сначала я пробовала просто сделать снимок всей выставки, всех полок и расставить интерактивные метки. Но в реале выставка выглядит совершенно по-другому, чем в виртуальности. Казалось, что полки пустые, что мало элементов, что книги набросаны хаотично. И самым подходящим вариантом оказалось сфотографировать каждую книгу, каждый предмет книжной выставки по отдельности, а затем сделать из них калаш и уже на калаш расставить аннотации и метки. Так, обзор профессиональной переводики, викторины по истории компании, статьи с изображениями, виртуальные выставки, интерактивные плакаты, сопровождение лангридов, учебный курс на одном листе уложить не получится. На одном листе таким образом можно уложить список дополнительных материалов, прям с обложками, книг или статьей, ссылками. То примерно процент упаковки, вот если смотреть слайд на полный, примерно так вот сейчас есть, то от трех до пяти слайдов можно упаковать в одну интерактивную фотографию. Так, тестирование, афиши, игры, как я уже говорила, упражнения, ответь устно, а потом проверь себя по интерактивной фотографии. Это может быть, интерактивная фотография может выступать оглавлением к какому-то материалу. Это может быть первая страница большой презентации, которая с помощью интерактивных меток позволит перейти сразу на нужный раздел. Не забывайте, что такая возможность тоже существует. Виртуальные экскурсии. На метку можно добавить все, что угодно, но не совсем все, что угодно, но да, близко к этому. Мы тоже посмотрим сегодня такие примеры. Отлично. Я вижу, что формат вас вдохновляет, и это замечательно. И тогда, так, известны ли сервисы для создания количества уровней больше двух? То есть, чтобы внутри аннотации была ссылка, которая ведет еще на какой-то материал. Да, внутри аннотации можно зашить ссылку, которая будет вести в Genial или в PowerPoint на другой слайд или на внешнюю статью. То есть, третий уровень можно зашить легко, прямо внутри самой аннотации. Если погружаться еще глубже, то тут, скорее всего, нужны другие форматы. Больше трех уровней информации дают сервисы типа Obsidian, которые позволяют упорядочить, которые грузируют большой объем информации. Это может быть сервис KUMU или сервис VIZ, который позволяет простраивать карты связей. Тогда в них можно делать столько уровней, сколько нужно, и выводить на верхний слой только тот, с которым вы работаете в настоящий момент. Так, хорошо. С возможными диалогами и вариантами ответа. Да, вполне вероятно. Наверное, не самый подходящий вариант для реализации, но сделать его, да, вполне можно. Итак, любая интерактивная фотография состоит из трех самых-самых главных элементов. Конечно, их может быть больше, но три присутствуют всегда. Это фоновое изображение, метки, расставленные на нем, и аннотации, в которые зашита дополнительная информация. И вот очень важно понимать, как с ними работать, как правильно подбирать, например, фоновое изображение. У него должно быть много деталей, его должно быть интересно рассматривать, то есть само по себе основное изображение должно быть очень и очень интересно. Посмотрите на этот слайд и скажите, какие из этих иллюстраций лучше всего подходят для создания интерактивных фотографий. Так, можно сделать подробный рассказ о какой-нибудь картине с акцентами на детали, а можно сделать, например, страницу книги и зашить аннотациями объяснения устаревших слов, каких-то исторических фактов, привести портреты персонажей, то есть превратить электронную книгу в книгу-игру. Так, третий, четвертый, два нижних. Замечательно. Итак, что не так с первым изображением? Первое изображение, да, на нем много таких деталей, но само по себе оно не несет какой-то информации. Не может быть фоновое изображение оторвано от той темы, про которую вы рассказываете в своей интерактивной фотографии. То есть абстрактные рисунки в этом случае не подходят. Вторая картинка с кактусом не содержит достаточного количества деталей. Она слишком простая, слишком пустая и плохо подходит в качестве фона. Вот если бы здесь был бы стол полностью уставленный горшочками с суккулентами, тогда еще можно было бы использовать снимок. Третий, с музыкальными инструментами, хорош для рассказа, про них это картинка, можно прикрепить интерактивные метки, на них повесить, например, примеры исполнения, когда музыкант играет именно на этом инструменте. Да, этот вариант сам по себе не самый плохой. И последнее, четвертое изображение. Здесь сладости представлены, можно тоже сделать и карточки с ценами, если вы занимаетесь коммерцией. Можно сделать рассказ о разных видах сладостей, можно привести конкретные рецепты, как сделать что-то подобное в домашних условиях. Здесь больше подробностей, ее интересно рассматривать. И живая фотография часто в случае интерактивной фотографии работает лучше, чем иллюстрация. Именно поэтому ее и назвали интерактивным фото, а не интерактивной картинкой. Так, можно ли сделать метки, появляющиеся только при наведении курсора? Да, в сервисе Genial я покажу, как это делается. Так, замечательно. Вот один из примеров, когда мы берем в качестве основы иллюстрации. Когда мы берем картинку, мы можем взять ее в формате PNG или в формате изображения с белым фоном. То есть оставить на снимке довольно много воздуха. Да, конечно, нужно стараться в интерактивном фото поставить изображение в максимальном размере, чтобы можно было рассмотреть подробности. Но если у вас это именно иллюстрация, что-то рисованное, то вполне могут существовать вот такие вот белые края, как на этом изображении. И если у вас есть возможность настраивать аннотации, лучше всего ставить их так, чтобы они как раз и занимали пустые области. В данном случае объемные аннотации могут появляться в правом верхнем углу. Так будет смотреться аккуратнее и не будет заниматься стальное изображение. Но если вы внимательно посмотрите и представьте, что это именно интерактивный снимок, я думаю, что у вас в мыслях будут аннотации снабжены рисунками, выполненными в таком же стиле. Иллюстрации тянутся к иллюстрациям. Сложно сделать аннотации, например, с фотографиями, с видео, с иконками. Хочется, чтобы продолжалась работа в одном и том же стиле, чтобы точно так же от руки были нарисованы здания, воздушные шары, какие-то городские пейзажи. Поэтому если в качестве основы для интерактивного фото вы берете иллюстрацию, что-то нарисованное, постарайтесь подобрать в этом же самом стиле графику и для всех аннотаций, которые вы собираетесь делать. Проще с фотографией. Фотографии хорошо сочетаются и с другими фото, и с видео, и с рисунками, может быть, даже черно-белыми схематичными изображениями. Не забывайте, что когда вы делаете на слайде интерактивную фотографию, фото нужно поставить в полный экран, так, чтобы не оставалось пустых краев. Точно так же будет легче рассматривать, и такая верстка будет смотреться намного приятнее. Второй элемент – это метки. Метки, кажется, довольно просто, что я нашел какие-то элементы, которым я хочу сделать комментарии, и просто расставлю на них такие интерактивные элементы, триггеры. Но здесь довольно много подводных камней, о которых не задумываешься, пока не начинаешь стать. Сколько меток может быть на одном рисунке? Какого они должны быть размера? Как правильно их располагать, чтобы аудитория поняла, к чему именно относится такая метка? Вот в качестве примера иллюстрация из Вимельбука, картинки для разглядывания. Здесь очень-очень много объектов, и я хочу добавить к ним какие-то комментарии, какие-то аннотации. Я выбираю метки и расставляю их на рисунке вот таким вот образом. Что не так? Наталья, вас, наверное, упомянули случайно. Просто когда на счету ими в чате кликаешь, то человек упоминается в комментарии. Так, нет номеров. Номера необязательны. Номера нужны в том случае, когда есть строго определенный порядок для рассматривания. Но для строго определенного порядка лучше использовать не номера, а другие способы управления вниманием пользователям, о которых мы говорили на некоторых предыдущих вебинарах. Теряются много. Да, их очень много. Они все одинаковы. Автора рисунка я, к сожалению, написать не смогу. У меня в электронном виде это серия иллюстраций. И, к сожалению, только поиск по гуглу. Да, совершенно верно вы говорите. Меток слишком много. Они расположены довольно хаотично, непонятно, в каком порядке нужно начинать смотреть. И, да, они переусложняют картинку. Совершенно согласны в этом плане. Давайте я немножко подправлю. Стало ли вот так лучше? Что стало лучше, что стало хуже? Что бы вы хотели извинить? Вот вообще типичная ошибка, когда автор интерактивной фотографии пытается поставить метки так, чтобы уж точно было понятно, к чему они относятся. И они действительно закрывают важные объекты, лица, какие-то ключевые предметы на иллюстрации. Нельзя ставить метки так, чтобы они закрывали лицо, чтобы они закрывали кисти рук. Нужно стараться ставить их так, чтобы они не мешали воспринимать все изображение целиком. Я передвинула. Теперь они ничего не закрывают. Теперь они находятся рядом с объектом, но довольно близко, чтобы понять, к чему именно относятся. И я сделала их цветными. Стало ли лучше от того, что каждая метка получила свой собственный цвет? Большие, да. Они большие по сравнению с объектами. Поскольку картинка предназначена для вздумчивого разглядывания, метки бы раза в три, наверное, точно стоило бы уменьшить. Согласна. Но посмотрите, то, что стало лучше, я вот в этом плане не согласна. Они пестрые, цвета не соответствуют цветам на иллюстрации. Да, при разных цветах тяжело выделять. Если вам нужно метки как-то сгруппировать, то здесь они просто пестрые разноцветия. Если вам нужно метки сгруппировать, например, вот эти метки содержат внутри себя аннотацию видео, вот эти метки держат в себя аннотацию, факты какие-то из биографии, то лучше это делать не цветом, а иконкой. Пусть они все будут одного цвета, но на каких-то будет плюс, на каких-то будет кружок, на каких-то будет стрелочка, то есть несколько разных иконок использовать лучше, чем цвет. Потому что цвет мы воспринимаем даже просто чисто психологически по-разному. Красная метка привлечет внимание больше, будет казаться, что вот здесь важнее. Та метка, которая более естественно, больше сливается с цветом, как зеленая снизу, она практически такого же цвета, как лягушата и надувные лодки, она будет казаться менее важной. И вот как раз, чтобы такого не было, лучше использовать один контрастный, выразительный цвет и использовать иконки, которые будут обозначать, какая метка к чему относится. Отлично. И последний элемент – это аннотации. Аннотации – это тот слой, который мы добавляем в дополнительную информацию. Она должна давать именно интересные подробности. Мы привлекаем внимание к какой-то детали и разглядываем ее внимательнее, разглядываем ее подробнее. Поэтому внутри аннотации, конечно, в первую очередь именно подробности должны быть. С какой степени углубления решать уже вам, как автору материала. И аннотации должны быть разными, форматы должны быть разными. Конечно, в некоторых случаях нам тяжело сделать аннотации к интерактивному фотографии так, чтобы там было и видео, и картинки, и где-то текст. Но желательно к этому стремиться. Потому что если интерактивное фото будет содержать только картинки дополнительные, как, например, вот здесь эскизы, которые делал художник, перед тем, как написать, с словом Майора, или вот такой вариант, где будет только текст, оно будет казаться немножко скучновато. Надо, чтобы были разные варианты. И аннотации не должны быть километровые. Нужно смотреть все-таки, какой объем, какую порцию информации вы выкладываете. По идее, это должно быть то, что можно изучить, прочитать, просмотреть на одном дыхании, на одной такой нашей порции внимания. Текст читается медленнее, картинка воспринимается быстрее, на видео человек может залипнуть, ему можно поставить больше минуты, и три минуты, и четыре, и пять. И нужно варьировать размер информации в зависимости от того, какой формат вы используете. Текст, фото, видео. Или внешнюю ссылку. Так, аннотации задачи для работающих с иллюстрацией. Нет, аннотации могут быть вообще любыми. Идеальная аннотация – это мультимедийный формат плюс текст. Вот в данном случае и первый вариант, и второй вариант, мне нравится не очень. Хочется под эскизом видеть подпись, когда это было нарисовано, как это было нарисовано, может быть, про модель, с которой делал набросок художник. Здесь слишком много текста, хочется тоже каких-то иллюстраций, какого-то дополнения. Хотя бы даже просто справочная информация о том, что это текст, написанный самим художником, что это называется рацией, что это шуточное описание картины. Вот этого здесь явно не хватает. То есть все-таки, мне кажется, идеальная аннотация содержит в себе текст плюс какой-то один мультимедийный формат. Как поставить метки? Отличный вопрос. Сейчас я расскажу, как поставить метки в PowerPoint. Сегодня мы про три сервиса поговорим. PowerPoint, Genial и Prezi. Начинаем, как обычно, с PowerPoint. Я оставляю темой нашего интерактивной фотографии сводорства Майора и собираюсь сделать интерактивную фотографию, которая будет показывать, как изменился сюжетное настроение картины в авторском варианте повторения. У нас есть оригинал, у нас есть фрагменты из варианта повторения, и я хочу поставить метки, которые будут как раз показывать дополнительные вот эти вот части второго варианта картины. Для начала я вырезаю кусочки. Анотации у меня будут содержать внутри себя изображение плюс текст. То есть изображение плюс подпись. Основа, конечно, изображение. Чтобы они вписались, чтобы они смотрелись аккуратнее, я их сделаю круглыми. Так с моей точки зрения будет лучше. Расставляю их на интерактивной фотографии так, чтобы они не перекрывали друг друга, чтобы не перекрывали лица, потому что, когда я включаю аннотацию, я тоже хочу, чтобы она располагалась наиболее удобным и приятным для моей аудитории способом. Сейчас на моем слайде четыре элемента, четыре слоя. Ниже всего находится оригинал картины «Свотовство майора». И дальше три круглых изображения. Невесты, майора и матушки. Теперь добавляем на рисунок метки, которые затем настрою как триггеры. Я беру иконки, мне нравится вариант с кисточками, и располагаю их также на нужных местах. Так, чтобы было понятно, какая иконка относится к какому персонажу. Наверное, надо было все-таки немножко сдвинуть еще на майоре маркер. Он не совсем удачно стоит. И тоже переименовываю, чтобы было понятно. Маркер один, маркер два, маркер три. Они будут располагаться у меня выше, так будет тот не работать. Теперь на каждый маркер я настраиваю триггер, а на каждую картинку аннотации я настраиваю анимацию. Маркером триггеры, аннотации, анимации две. Сначала идет анимация появления, потом анимация исчезновения. Выбираю какие-то разумно плавные варианты, чтобы не было вырвиглазной анимации, чтобы она была плавной, но при этом чтобы она была явственной, чтобы она была заметной. Не должна аннотация включаться просто по клику, сразу резко появляется изображение. Нет, оно должно появляться более-менее плавно. Итак, к каждому изображению я добавляю две анимации, красно-зеленую на появление, исчезновение, и привязываю ее к собственному триггеру, к определенному маркеру. Теперь вот эта последовательность, которая у меня появилась в области анимации, будет выполняться строго по порядку. Как видите, каждая анимация пронумерована. По первому клику на маркер будет выполняться появление, по второму клику на этот же маркер будет выполняться исчезновение. Затем по третьему клику мы возвращаемся в начало списка, снова появление. Все триггеры, все маркеры отрабатывают независимо друг от друга. Если бы нужно было, например, обвести еще какой-то элемент, привлечь к нему внимание, я бы добавила третью строчку, и точно так же уже три события происходили бы поочередно по каждому клику на соответствующий маркер. Это самый простой вариант. Просто маркеры, просто аннотации. Но давайте немного усложним задачу. Если у нас аннотации довольно большие по объему, если их нельзя расставить так, чтобы они не перекрывали друг друга, то желательно сделать так, чтобы при появлении одной аннотации все остальные сворачивались, исчезали. Я добавляю еще две дополнительные анимации. Сейчас, когда появляется изображение майора по третьему верхнему маркеру, одновременно исчезают аннотации матушки и аннотации невесты. Посмотрите, что у этих двух анимаций номера нет. Они происходят одновременно с предыдущим событием, с появлением майора. Также здесь выбрана другая анимация. Это анимация исчезновения. Она даже вот здесь в области анимации обозначена другим значком, не прямоугольником, а треугольником, потому что исчезновение происходит моментально. Как раз здесь нам не нужна плавность, нам нужно, чтобы резко, моментально свернулись все остальные аннотации, чтобы переключение между картинками происходило максимально быстро. То есть я добавляю еще две дополнительных анимации исчезновения и настраиваю их вместе с предыдущей анимацией. И вроде бы все хорошо, но те, кто уже попробовал это проделать, те, кто раньше делал анимации такого типа, могут мне сказать. Но тогда, с каких версий PowerPoint, с 2007 уже точно есть. И в OpenOffice, в OpenOffice Impress тоже есть эти возможности. Вы можете мне сказать, да, все прекрасно, но когда мы теперь включим слайд, то мы увидим вот такую вот картину. У нас уже две аннотации будут находиться во включенном состоянии. Так происходит, потому что PowerPoint обсчитывает анимацию сверху вниз, и он как будто инвертирует вот этот вот блок анимации, который стоит верхним. То есть если по кнопке 1 должен быть включен майор и выключена матушка-невеста, то значит, когда мы перещелкнем на интерактивное фото, все будет сделано с точностью наоборот. Так, а если триггер неактивный? Если триггер неактивный, он удаленный, тогда оно так отображаться не будет. То есть фактически сейчас мы должны заставить наш слайд обнулиться, сбросить все аннотации на состояние выключенное. И для этого мы вновь добавляем блок анимации. Та же самая анимация исчезновения, которая включается с предыдущим событием, с нулевым событием, то есть с переключением слайда. Итоговая анимация будет выглядеть следующим образом. Нулевое действие. Все лишнее со слайда исчезло. Оно происходит моментально, и пользователь вот этого исчезновения не видит. Дальше три блока анимации, которые включаются по соответствующему триггеру. Четыре анимации по первому маркеру, четыре по второму и четыре по третьему. То есть вот таким вот образом будет выглядеть вся соответствующая цепочка анимации. Часто ли случаются отказы от зависания при сложных схемах анимации? Чего это зависит? Ни разу не встречалась ситуация зависания при сложных схемах анимации, потому что это просто последовательное включение элементов. Все, что может случиться со сложными схемами анимации, это то, что они будут работать не так, как вы от них ожидали, а просто из-за того, что вы не тот блок триггеров, не тот блок анимации поставили первым, неправильно включили в настрой, как должно оно выполняться с предыдущим или после предыдущего. Я анимировала довольно сложные изображения, имитировала полноценную motion-графику, которая делается в специальных программах. При показе ничего не зависало, все отрабатывалось штатно. Ну и, наконец, я добавляю к своей аннотации подписи. И вот если у вас аннотация состоит из нескольких частей, то прежде чем настраивать анимацию, нужно сначала все это добавить, сгруппировать правильно объекты и только потом добавлять анимацию. Группа анимируется как один объект. Если вы сначала заанимируете отдельные объекты, а потом объедините их в группы, то вся ваша анимация сбросится. Поэтому сначала мы группируем, а потом уже начинаем работать со всей анимацией. Сейчас вы можете перейти в материалы вебинара и скачать пример вот этой интерактивной фотографии в формате PowerPoint. Затем ее попробовать самостоятельно разобрать или повторить, посмотреть, как конкретно сделана и настроена анимация. И как раз проверить, штатно она срабатывает у вас или нет. А я пока расскажу про следующий сервис. Это Geniali. Он позволяет делать множество интересных интерактивных форматов. И, наверное, это основной сервис для работы с интерактивными фото. Можно создать интерактивную фотографию сразу как отдельный формат на странице создания нового контента. Вам как раз будет предложен вариант Interactive Image. Либо вы можете взять обычную презентацию, обычные слайды и к любому элементу уже здесь добавить интерактив. Нет необходимости создавать прямо сразу отдельный контент по интерактивным фото. При приносе Google презентации, анимация из презентации PowerPoint летит. Да, совершенно верно. Она летит, потому что у Google нет вот этих вот триггеров, нет таких настроек. Если можно еще как-то сохранить анимацию, приносить в OpenOffice, поднастроить ее немножко, то да, в Google презентации, к сожалению, это все работать не будет. Да, спасибо большое, Юрий. Я говорю, что я не помнила, какой там домен. Спасибо, что поправили. Можно ли потом файлы созданные в других сервисах вставить в PowerPoint? Нет, к сожалению, нельзя. Genial вообще не дает возможности вставить на сайт, только по прямой ссылке можно перейти и поработать с интерактивной фотографией. Ну, либо уже пользоваться платным тарифом, тогда вы сможете встроить такую интерактивную фотографию на свой сайт. Да. Но не будет, вот интерактивная фотография из Genial не будет отрабатывать в PowerPoint, потому что она работает на других принципах. Так, что нам нужно знать про сервис Genial? Кроме того, что он дает нам совершенно прекрасные возможности. Интерактивные элементы здесь находятся в отдельной вкладке меню. Она так и называется «Интерактивные элементы». Но любой объект, любую картинку, любую часть изображения вы можете сделать интерактивной. Для этого нужно на ней кликнуть и выбрать вот этот вот значок с рукой, самый левый значок. Если он синий, значит, к этому элементу добавлена как раз интерактивная аннотация. Но несмотря на то, что, когда я говорила про таймлайны на прошлом вебинаре, несмотря на то, что я говорила, что этим способом можно пользоваться при создании таймлайнов, при создании интерактивной фотографии я не рекомендую так делать. Дело в том, что интерактивные элементы из библиотеки Genial они сразу анимированы. И для интерактивного фото они намного более явно и более понятно обозначают точки интереса. Поэтому лучше всего использовать уже готовые кнопки из библиотеки интерактивных элементов. Вариантов здесь очень-очень много, на любой вкус, на любой цвет. Ну и, естественно, цвета точно так же можно поменять, настроить так, как вам нужно. Я обычно использую вот такие вот маркеры, просто с точками. И, как вы видите, вот тот маркер, на котором сейчас находится курсор, он немного увеличивается в размере. И вот как раз вот такая вот легкая, ненавязчивая анимация привлекает к себе внимание. По пункте вы не можете сделать так, чтобы элемент менялся при наведении на него курсора мышкой. Он не может изменить размер, поменять цвет. В Genial как раз есть такая возможность, и ей нужно пользоваться. Это как раз способ аккуратно управлять вниманием пользователя. Когда вы настраиваете интерактивные элементы, Genial предлагает четыре способа сделать аннотацию. Это всплывающая подсказка. Она появится при наведении мышкой. Это окно с дополнительной информацией. Оно появляется при клике мышкой. Переход на страницу внутри презентации Genial. И линк, переход на внешнюю ссылку. Как я уже говорила, с интерактивными фотографиями лучше всего работает первый вариант, когда при наведении курсора мышки всплывает подсказка. Вот как, например, в этом примере. Здесь удобно то, что подсказка всплывает именно там, где находится мышка. Если у вас интерактивная область довольно большая, то Genial аккуратно разместит аннотацию так, чтобы она была читаема. Когда вы создаете аннотацию, вы переходите в такой режим редактирования. Здесь на левой панели точно так же можно переключить различные типы аннотации. И когда вы пользуетесь верхней всплывающими подсказками, у вас будет та же самая панель редактирования, только шрифт будет крупнее, чтобы вы понимали, как много текста вы можете напечатать и показать одномоментно на экране. В правом нижнем углу над кнопкой сохранения есть счетчик символов. Вы можете посчитать, сколько символов будет корректно отображаться на экране и затем ориентироваться на это число. А в правом верхнем углу рядом с крестиком, значком корзины, есть глаз. Это режим превью. Он тут же во сверху покажет, как именно будет смотреться набранный текст, насколько строчек он разделится, какую часть экрана он займет. Если в аннотацию вы добавите изображение, то оно тоже аккуратно впишется в это окно. Вы не сможете поставить изображение больше размера всплывающей подсказки. И Джиняли автоматически его отформатирует. Но вы сможете сделать его меньше. То есть уменьши картинку вы можете, а сколько бы вы ее не увеличили, она все равно будет занимать определенную часть экрана. Так, будет ли возможно посмотреть с помощью смартфона? Я давно этого не делала, но несколько лет назад, когда я начинала работать сервисом Джиняли, с телефона все открывалось и корректно работало. Надо действительно проверить. И как раз, вот если вы вспомните одни из первых слайдов, где мы разговаривали, для чего нам нужно делать интерактивные фотографии, была одна из идей про геймификацию, что можно делать игры с поиском скрытых областей. Как сделать это в PowerPoint, думаю, вы легко поймете. Нужно просто метки сделать невидимыми. Это довольно просто. Вы просто делаете область с полностью прозрачной заливкой. Только внимательно, не область без заливки, а область с полностью прозрачной заливкой. И тогда при клике на нее будет появляться аннотация. В Джиняли для этого есть отдельный инструмент. Тут же во вкладке интерактивных инструментов, в самом низу, есть инструмент «Невидимая область». Вы просто перетаскиваете вот это поле на любое место своего интерактивной фотографии. В режиме редактирования она слегка подсвечивается синим цветом, чтобы вы ее не потеряли, но уже при итоговом просмотре ее видно не будет совершенно. И таким образом вы можете разметить как раз невидимую область, если хотите сделать какую-то игру. При просмотре уже готовой интерактивной фотографии у Джиняли в правом верхнем углу есть вот такая вот кнопка «Показать интерактивные элементы». Все интерактивные элементы на какое-то мгновение вспыхивают, анимируются, их можно увидеть. И даже если вы расставили вот эти вот невидимые области, при нажатии на эту кнопку их все можно будет быстро и легко найти. Ну и последний сервис, в котором можно сделать интерактивные фотографии, это сервис Prezi. Он не очень предназначен для этого, все-таки заточен немножко под другое, но и в нем можно собрать какой-нибудь интерактивный плакат, интерактивную карту. Только это будет немножко дольше, чем просто собирать в нем презентацию. Основная проблема при работе с интерактивными презентациями в Prezi это, конечно, то, как отображается фоновое изображение. Это вот самая-самая большая головная боль. Насколько бы большую, красивую, качественную, подробную картинку вы не ставили, Prezi все равно покажет только ее часть экрана, как раз для того, чтобы создавался вот этот вот эффект зума. Можно попробовать обмануть сервис, добавив к какому-то изображению белое поле вокруг. Кстати, возьмите на заметку вот эту вот идею. С помощью интерактивной фотографии можно делать инструкции по работе с программами и с сервисами. Вы можете сделать скриншот интерфейса и поставить метки для того, чтобы подписать, за что отвечает та или иная кнопка, та или иная функция. Но можно пойти и другим путем. Выбрать какое-то стандартное фоновое изображение, какой-то нейтральный цвет и расположить на нем уже отдельные рисунки в формате PNG, скомпоновав картинку. У меня есть мой любимый наборчик на тему космоса. И вот я как раз собираю вот такой простой интерактивный плакат. Каждый элемент здесь может ввести на какую-то аннотацию в дальнейшем. И для того, чтобы как раз построить вот этот второй слой, в презе он ложится не как в остальных сервисах, слоем выше, а наоборот он ложится как будто ниже и глубже, да, вот эти вот встроенные внутрь топики, отдельные темы. Я добавляю несколько новых топиков и расставляю их по слайду, в тех местах, где должны находиться интерактивные элементы. Я решила, что звезды будут неинтерактивны, но все остальные я поместила как раз топики. Что можно сделать дальше для того, чтобы убрать вот эти вот серые круги с текстами, но при этом сохранить интерактивность? У нас сразу два варианта. Первый из них – это выделить какой-то из кругов и в цвете заливки выбрать абсолютно прозрачный цвет. надпись «Топик», просто-напросто щелкнуть по ней и удалить. От этого интерактивная связка не потеряется. У вас будут прозрачные круги, которые будут обозначать область интерактива. Второй способ – это щелкнуть правой кнопкой мышки по любому из серых кругов и выбрать «Send to back», отправить этот слой назад. Тогда серые круги останутся, но они будут находиться под элементами. В этом случае интерактивное взаимодействие, переход на аннотации будет осуществляться через зум на какую-то область, а не через клик на область. То есть в зависимости от того, что вы хотите. Играть, делать интерактивное фото через зум или через клики. Если через клики вам нужно перекрасить серые топики в прозрачный цвет, если через режим увеличения, то вам нужно спрятать их просто на садий план. Теперь у вас есть точно такая же структура, точно такой же переход на топики, просто пользователь его теперь не видит. И есть какой-то определенный путь, в каком порядке расположены вот эти вот аннотации на отдельных слайдах. Осталось всего лишь перейти на левой боковой панели в настройки пути и выбрать следующие варианты. В первом случае мы из аннотации возвращаемся обратно на интерактивную фотографию, а не переходим на следующую аннотацию. Во втором случае точно так же внутри вот этих вот аннотаций, третьего, четвертого, пятого и так далее слоя информации, мы вновь возвращаемся на изображение выше. То есть каждый раз переход на каждую новую аннотацию будет осуществляться через возврат к предыдущей теме. Как видите, Prezi не самый подходящий сервис для создания интерактивных фотографий, точнее у нас интерактивная фотография получается не совсем в том формате, в котором мы привыкли их видеть. Но тем не менее, если вам нравится этот сервис, если вы регулярно в нем работаете, вы можете попробовать включить как раз элементы интерактива на отдельные слайды. Мне кажется, что один из лучших способов применения в Prezi такой схемы работы с интерактивными фотографиями это объяснение какой-то сложной схемы или сложной инфографики, когда есть очень подробное и сложное изложение чего-то. Может быть алгоритм, может быть действительно подробный инфографический плакат. И для того, чтобы пояснить отдельное участие, как раз можно использовать приемы интерактивных фотографий. Ну и в конце я хочу напомнить, что в мае начнется курс после майских праздников, который будет посвящен основам учебной презентации. То, что я рассказываю на вебинарах этого трека, это, конечно, мало и этого недостаточно. Я не всегда успела рассказать, уложиться в этот чат рассказать даже треть того, чему я хотела бы вас научить, чем я хотела бы с вами поделиться. Поэтому приглашаю на курс. Он займет 4 недели, по 2 вебинара. А будет проходить, они будут полуторачасовые, будут практические и творческие задания. Я провожу этот курс уже в третий раз. Я каждый раз стараюсь внести в него что-то новое, сделать его более удобным, более интересным. и буду рада видеть вас на нем. Мне задают вопрос про проведенные вебинары этого трека. Они есть на YouTube-канале Директ Академии. Так. Если есть какие-то вопросы, вы можете их написать. Я на них отвечу в чате. Или после вебинара вы всегда можете связаться со мной через мой электронный ящик. Спасибо вам за внимание. Я возвращаю эфир Татьяне. И жду вас на следующих вебинарах. У нас в этом месяце состоится еще несколько вебинаров, посвященных презентациям, программам PowerPoint, сервисам...